Добрый день, дорогие товарищи! Хочу узнать, в чем же меня подозревают и в какой теме меня привлекают. Неужели я где-то нарушил правила дорожного движения или, может быть, где-то кого-то обидел. Ну, посмотрим. К сожалению или к счастью, может быть, первый раз там оказалось не это здание. Пришли вроде бы к этому адресу, по которому надо. Добрый день! Сейчас уже... О-о-о-о! Добрый день! Добрый день! Данная мероприятия. Вы участвовали в данной мероприятии? Добрый день! С Новым годом! Добрый день! Не, представьтесь, как раз, тут тоже правильно, если задать. Ставим момент вообще. Ордых! Добрый день! Уже не надо. Добрый день! Ордых! Добрый день! Добрый день! Причем, чтобы подшипнуть, что мы ему доверите, важно понять, с чем связан этот факт вызова. И хотели бы разобраться сначала и понять основания и потом за закрытым вопросом. пришла повестка не мог не прийти в отношении вас будет составлен административный протокол по части 5 статьи 20.2 за нарушение правил поведения в шесть лет данный протокол будет направлен в суд для рассмотрения на правильный протокол значит должно быть что-то нарушено что проводя данные мероприятия сотрудниками полиции осуществляющими охрану общественного порядка неоднократно было уведомление о прекращении проведения данного мероприятия так как оно не было установленным порядком согласованным так то есть данное мероприятие было не согласовано то есть я сейчас как гражданин в Российской Федерации должен согласовывать какие-то мероприятия не вы организаторы должны были согласовывать но если им было отказано согласовывать вы участвовали сотрудники полиции вы делали оповещение о том что данное мероприятие не согласовано просили прекратить мероприятие но вы не исполнили нарушено что? и в чем дело мероприятие? нарушено что? нарушено что? я тебе скажу я не организатор, ничего нет вы нарушили в качестве участника данного мероприятия то есть вы были участником такого мероприятия по вашему мнению которое на что-то нарушало а что нарушили? нарушили факты какой здесь? какая норма закона? федеральный закон 54-й о проведении о собраниях, демонстрациях, митингов, шествиях федеральный закон? я являюсь кадром преподавательного конституционного права я давно была в день Конституции вы знаете я взял и почитал Конституцию ну мало ли вдруг ее поменяли в туме в последнюю редакцию статья 15-е от Конституции здесь написано, что Конституция Федерации имеет высшую юридическую силу прямое действие применяется на всей территории Федерации непосредственно законы, в частности тот закон, о котором вы говорите иные права, применяемые в СССР, не должны противоречить Конституцию Федерации мы смотрим в статью глава права и свободы человека и гражданина которые, кстати, в 2 ст. Конституции признаются высшей ценностью государства вот ст. 31 написано граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия проводить собрания, митинги и демонстрации шествия и пикетирования и с чем тогда административное расследование то есть я могу вам вот, подойдите спасибо она стоит 12,00 рублей у меня еще есть взгляды может, руководство передать давайте я вам дочитаю что вам обвиняется Меньших групп Григорий Геннадьевич находясь по адресу Петроградская набережная в том, 2 группы в составе группы ВИД состоящие из не менее 200 человек добровольно участвовал в проведении несогласованного в установленном порядке с органами исполнительной власти публичного мероприятия и путешествия в Цветы Азбрад следуя от дома 7 по Кроновскому проспекту Санкт-Петербурга по заранее определенному маршруту в цели которого было привлечение внимания окружающих в проблеме общественного коллективского характера в значении Великих Октябрьских и Санкт-Петербурга и Санкт-Петербурга совместно с другими участниками публичного мероприятия скандирующими лозунги Венин-Консомол партия имеющими средства наглядной агитации в виде отрезки флагов красного цвета с нанесенной надписью КПР а также красными болтами выражали свое мнение по разъяснению традиции коммунистической партии Российской Федерации с его значением в виде Октябрьской социалистической революции то есть вшествие проводилось с нарушением требований федерального закона 54 его создания в демонстрациях митингов шайского привилителя федерального закона 54 федерального закона федерального закона для сотрудников полиции капитан полиции Кокшаев осуществляющий в соответствии с статью 2 12 федерального закона полиции администрации по обеспечению правительства в общественных местах предупредили преступления административных отношений неоднократно публично уверенно от всех лиц участвующих в данном шествии в том числе и в соответствии громко утиливающей аппаратуры потребовало прекратить публичные мероприятия правимое с нарушением закона данное законное требование сотрудников полиции имеющих как правило несмотря на то что прекращение данных противоправной рейсии было не менее 15 минут по установленной по нелюбе премии Миншкур продолжал нарушать требуемое фронта первого части ст. 6 федерального закона 54 целенаправленно и добровольно продолжал свое участие в несогласованном шествии целенаправленно и добровольно следуя по уголовному насчету состоящего изменения 200 человек 27 по Терновскому проспекту до дома 2-4 будет Тайгарской набережной то есть совершил административное разрешение расследование 2-4 и 20 12 31 31 32 33 34 36 Туда было направлено объявление с руководителем общественной ответственностью предприятий компании комплексом. ООО комплексом? Симонная Павлова, женат троллит. Продолжение следует... 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 У нас есть следители полным материалом. Сейчас можно их опросить. Мы же пишем. Да, я написал. То есть в целом, наручную написал. Указал товарищей, свидетелей, непонятный, Бойко, Дмитрий Сергеевич, Шельцов Сергей Николаевич, Белево и Новоднево. Веря, что эти товарищи против верных. А против верных, где я находился в данный момент, чем я занимался. Боженин писал свидетелей, свидетелей чего? Очевидцы. Очевидцы чего? Ну вот я пришел сюда, мне рассказали какие-то обстоятельства, которые расследованы узнавателем в рамках КУСП 7 ноября, я так понимаю. Я при данных представлении вот этого, скажем, не присутствовал, поэтому, если расследование было в соответствии с законом проводиться, соответственно, у меня есть товарищи свидетели, которых я хотел, чтобы вы просили. Свидетели того, что у вас там не было? Свидетели чего? Свидетели того, чем я занимался. Чем вы занимались? Последнее время, да. Вы укажите их, мне нужны фамилии, отчества или контактные телефоны. Может, мы должны их вызвать? Потому что здесь вот можно, да. А кто взрослый? Зачем? Да надо было мне. Здесь-то немножко не то у нас. Вот здесь вот объяснение. А кто там дописал телефон? Ничего страшного? Нет. Ну, теперь уже, я не вижу смысла. Вот здесь напишите, просто здесь, ну, как бы, фамилии и отчества, да. Фамилии и отчества напишите. Не так сказать, да, если можно писать для замечания, к потоку, напишите. Прошу вас попросить. А в черчевицу. И указывайте фамилию и отчество, адрес проживания и номер телефона. Писать, естественно. Значит, номер телефона. Да. Но вы же понимаете, что если вы заявляете каких-то людей, вам каким-то образом нужно не достать. Понятно. И желательно с вашей помощью. Хорошо. Ну да. Хорошо, я понял. Переводчик, да. Переводчик, да. Напишите мне. Не требуется. Здесь, допрежден, подпись поставить. Рядом с не требуется. Подпись поставить. Рядом с не требуется. Не согласен. Какая подключилась. Всего подчеркнула, все, очевидцы, существует. Подчеркнула. Подчеркнула. Marketplace. Рядом с не требуется. Рядом с не требуется. До свидания. У нее есть чем-то, Доброе. У нее есть тем-то. Где-то, что вы принимаете. Да. У него есть тем-то. У нее есть тем-то. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...